У каждого подъезда Алматы установят таблички со схемой эвакуации при землетрясениях. Об этом стало известно на встрече Акима Микополиса Ербулата Дусаева с жителями Бустандыкского района. Сегодня же горожане интересовались у градоначальника о сроках сноса ветхого жилья, строительства социальной инфраструктуры, обновления коммуникаций и не только. Подробности у Дины Женобековой. На традиционную встречу с Акимом города пришло немало горожан. Цель всё та же – рассказать о насущном и по возможности найти пути решения. Нехватка дошкольных учреждений – один из наболевших вопросов для жителей Бустандыкского района. И сегодня горожане спросили у Акима, когда в наиболее густонаселённых дворах появятся новые детсады. Я живу за торговым центром АДК. Там у нас новый ЖК построился, акварель. Внутри ЖК есть садик. Хотела узнать, когда откроют его. В ответ градоначальник поспешил обрадовать жителей. Новый детсад откроют летом этого года. В садик мы строительство завершили на 300 мест. Сегодня управление образованием занимается закупкой необходимого мебели, оборудования для него. Мы надеемся, что в июне месяце садик уже откроется. А вот жители улицы Попова пожаловались на ветхое жильё. Жильцы говорят, что в их домах совсем устарели коммунальные сети. Решила делать ремонт. И вот теперь я не знаю, делать или не делать ремонт. Обращались неоднократно. И мы хотели и газ проводить. Тоже нам сказали, что ваш дом под снос, и газ вам не будут проводить. Но что-то снос этот очень долго длится. На вопрос о сроках сноса ветхих домов Ербулат Досаев сообщил, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Прозвучала на встрече и просьба об усилении сейсмобезопасности. Горожане поинтересовались, почему во дворах мегаполиса нет указателя о безопасных местах в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На счет сейсмотренировок. Прекрасно. Мы слышим этот сигнал теперь все. Но дело все в том, что упирается, что выходим, эвакуироваться когда? Куда? В стрелке, куда направление? Вот этот вопрос нужно доработать нашим МЧСникам. Выяснилось, что совсем скоро у каждого подъезда мегаполиса установят таблички со схемой эвакуации. Вот сейчас мы при уточнении местного бюджета выделим деньги. У нас около каждого подъезда будет в городе, 25 тысяч подъездов, будет четкая схема каждого, куда можно идти, чтобы люди могли бы его видеть. Я это все уже утвердил. До чьи я свои предложения дало, деньги дадим. Жаловались жители и на незаконное строительство, недобросовестные КСК и отсутствие тротуаров. По всем озвученным вопросам Аким дал поручение профильным управлениям немедленно устранить недоработки. Дина Женобекова, Ганик Алуов, телеканал Алматы.